Всем доброе утро из Санкт-Петербурга. Оно дождливое, но тот такой большой дождик, который длил два дня, пока прекратился. Что-то такое моросит, капает, но позволил нам зайти. Хотя мы вчера и под дождем гуляли, но сегодня мы идем туда, куда пытались попасть. Уже несколько раз. Во-первых, это наш уже третий приезд, и мы никак туда попасть не можем. Ну и уже и третий день мы туда попасть не можем. Дочка, куда мы идем? Скажи. Высокая, высокая. Красивая, красивая. Игрушечная, игрушечная. Да, в сказочный храм мы идем. Хотя, постройка этого храма связана с печальным событием, но он какой-то такой... Спасибо. Но он такой, какой-то сказочный, действительно, и очень-очень красивый. Мы идем в храм, недоступный. Храм спас на крови. Надеюсь, что сегодня нам удача улыбнется, и мы, наконец, попадем внутрь. Забыла добавить. Ишела. Ну что, нам повезло. И мы счастливые обладатели билетов. И сейчас пойдем внутрь. Держи. Проходи. Проходи. Проходи и... Проходи. 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 над местом смертельного ранения императора Александра II, проекту архитектора Норгария Александровича Романгур и архитом Бриго XI. 2-го сон 1880, встретил в 1902-е годы, 24-е годы. 12 августа 1902 годы, у него произведено торжественное освещение в честь праздника и воскресенья. Он называется в новом годе «Спас на кроме» из класса «Слово спаситель» и «Христос вам, посвящен» и «Слово 1 марта». Дорогие факторы на дубниках, пролитое на этом месте. 1 марта 1882 года было совершено покушение на императора Александра. Организаторами убийства была террористическая группа народная. Родовольство начало академию художества, строил усадебные дома и церкви в различных городах и губерниях России. Работал на строительстве храма в Троице Сергиевой в пустыне, в Стрельне под садом Петербургом. Вместе с настоятелем монастыря архимандритом Игнатием Мерухановым, в Стрельне под садом Петербургом. В Стрельне под садились худовые короны для освещения главного, и четыре окна. Вторые руки даже не встанились, а не разгорелись, когда их стали снимать, и на доски. Стрель изготовленных группы, или вузы, это ручная форма и обрезка. Это садовая архитектура. А, проходим туда подвижно. В архитектурной композиции четко прослеживается крестово-купольный объем с пятиглавием. Снаружи эти пять основных глав покрыты ювелирной эмалью. Они напоминают главки собора Василия Блаженного в Москве. Здесь единственный в мире случай применения ювелирной эмали в таком объеме – около тысячи квадратных метров. С востока храм имеет три алтарные апсиды полукруглые выступы, которые завершаются еще тремя дополнительными позолоченными главками. С запада к основному объему прикомпонована колокольня, возведенная как раз над местом смертельного ранения императора Александра II. Доски гранитные напоминают нам снаружи об императоре. Внутри мы с Вами сейчас подойдем к месту смертельного ранения. Третья истинная плата. Упал скотельно раненый император, в видами его крови. Мы собрали перед началом строительства, и уложили в ящики. После окончания строительства мы выложили в таком же порядке, в том самом виде, как это и находилось в тот трагический момент. Место оказалось ниже уровня укола, тем, что при ней это истинный уровень мостовой. Усток ухо канала на восемь с половиной метров. Место окружает стадо, из уральского родонета. А на них установлена шатровая сень, состоящая из различных декоративных камней. Сень лежит в четырех колоннах из серо-фиолетовой яшмы. Над колоннами на капительные столбики из зеленоватой волнистой ревнёвской яшмы. В столбики вставлены мозаичное изображение святых. В карнисе и ее шатерки стоящие из трех видов узорчатых кокошников и восьмигранные пирамиды наверху, угловые вазы, розовые цветы, узорчатые подзоры. Все должно было быть выполнено из различных сортов яшмы, велика, градоника. Над сенью высушался огромный крест из 112 граненых кристаллов горного кокоря. Свод в середину внутри украшала форентийская мозаика, набранная из лазурита, сибирского агата, осеннего полоса, каверополучных сортов мрамора, привезенных из Гену. Рисунок для пола был создан самим архитектором храма Фарландо. Все детали заповели в Италии, сюда только привезли и уложили. Использовали грань, чтобы подключить камеры. Субтитры создавал DimaTorzok Роспеси по штукатурке очень крупные и требуют постоянного подновления. Могут серьезно пострадать, при встрече от отечки, повышенные влажности. Мозаики – это естественные влажники. Мозаики набирались из смайдов. Смайдов – это флаг стекла, вторичек, амбоний, красный цвет. В зависимости от компонента получаются в их различные расцветки. Так, с помощью соединения золота получают розовый и фиолетовый аналитет. В меди красный и зеленый кобальт используются для создания синих аркетов. Использовали также чистое золотое и серебро в изготовлении смайты. Золотая смайта – это кантарелля. Она из очень широко использована. Для нимбов – цветы. Для золотого фона – волтарел. И в предворот она должна была передавать вложения. Для получения отталения на ряде вверх. Мозаики – это маленький полный лист. Подзывали сверху тонким листиком сусального золота. Веливали горячими стеклами. Листок создали, а потом разрезали и раскалывали на пыль. Мозаики набирались обратно. Мозаики – это маленький полный лист. И очень сильно избавались от аркумения Резапима. И апостол Петр закричал, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе, молодец». Иисус Христос сказал, «Иди». Апостол Петр спрыгнул с лодки. Прошел немного, но и спивался. Море было бы подозначено. Там, где Христос подхватил его словами, «Маловерно, зачем ты ускорился?» Они сели в лодку и веди у нас, читаемых русских святых. Новгородский, князь-защитник православной веры на своих землях, не пустил сюда проникновение католицизма. Защищал западные земли Руси от нашествия шведских, немецких рыцарей. Являлся святым покровителем Александра II, дома Романовых, ну и, конечно, святой покровитель нашего города Санкт-Петербурга. Еще в 1724 году Петр I перевозит его мощи из Владимира в Петербурге был основан Александра Невский монастырь. Александр Невский изображен молящийся в своей домовой церкви, в крови, в очень необычный ракурс изображения святого на иконе. Он в доспехах, кольчуге, у его ног щит и меч, на плечи накинут плащ, но лицо, отрешенное от всех земных заболеваний. Он ставит свечу, как он не обогаронится, над которой золотыми буквами написан любимый девиз Александра Невского «Не в силе Бог, а в правде». Слева от него в окошке виднеется незатейливый северный пейзаж, крыши домов, шатер церквушки в золотых лучах заката. Известно, что изображения Александра Невского не сохранились до нашей Новохрустного Александра II на смертном отре. Цвет смальти на мозаике очень хорошо передает блеск металлических доспехов. Вообще колорит мозаики темный, приглушенный и прекрасно гармонирует с цветом камня, из которого изготовлен киот. Киот в переводе с греческого – это место или рама для особо почитаемой иконы. Здесь же киоты, северные, аналогичные ему дужные, были выполнены в виде небольших иконостасов. Густых нишек находились когда-то единственные в храме живописные. Они были пожертвованы различными организациями и богатыми людьми на строительство храма, но были утрачены в 20-е годы прошлого века. И в настоящее время их местонахождение неизвестно. Совсем недавно, для того, что у вас было хотя бы небольшое представление о том, как раньше выглядели киоты, сюда были помещены фотографии тех самых икарь. Отмещение церкви, выполненного на Стальянского брамора в Гермаре. Свет брамора внизу от красно-коричневого, по себе, а по светлее, переходит в окресты и наверху, становится почти совсем белым. Вот этот теплый цвет должен напоминать о старых русских деревянных красотах, производить впечатление деревянной резиссии. Первые царские ворота были утрачены в 20-е годы. Десять лет назад, в марте к одним очередной годовщице с одни гибели Александра Харова, были установлены и освещены новые царские ворота. Выполнены они по аналогии кездых земли, почти на металлическом каркасе. Серебро щеканкой с выколоткой использована пустая серебра, все украшено позолотой ювелирной эмалией. В ювелирной эмалии изготовлены цветы, растительный аргамент и шесть цифоночек, изображающих трех евангелистов сцены Буговещья. Слева от входа в алтарь, перед нами икона Могородица, с младенцем справа, с той по сети. Вредные мозаики считаются одними из самых лучших по технике исполнения. Они были набраны мозаичных мастерских академий и художеств. По оригиналу художника Виктора Михайловича, этот творчий. Но с ним, по-духалу, он хотел помещать заняться обосписью и сибиром. Еще до того момента, когда здесь было принято решение набором озера. Но художник отказался от такого грандиозного проекта. Он 10 лет был занят на росписи Владимирского собора в Киеве. И исполнен всего шесть картонов для вставничества. Последняя встреча Христа сознательно неоникально. Все, говорит в том, что один из них выдастся. И так же приходят первые таинства причастия. Полукуполь, а долтарем, Христос, асмабельный. Иссидарин на высоле, окружен на ладыни, и они Амадонные, синими небесными ангелами, Серафима, Медухима, Мечтыми, Анатолия, и на церкви, и на церкви, и на церкви, и на церкви, и на церкви. За это мы просто свалили на церкви, на церкви, и на церкви. Мы видели его работу, планами посмотрим, как в 12-ти лет. И пророк Иссаня предсказану не вредно на Витисе. И в очереди примитый родец Сына. На репуте имеемое, в виду, начали знамя, в древней мессианское имя, на его спасение. А сейчас переборим в такие вот, в котором находятся икона. В воскресенье, в сал, выполненное с риги на ладынистом. Истос изображен, выходящий из пещеры. Знамень от свалина входа, наверху надпись «Деты смерти жала, деты ада победы». Мазаи господобной композиции, положено в Антоника, и он раснаружил нам два посещения, чтобы все это уже было. В центре Рождественного Христа, в центре Рождественного Христа, спасителя. Справа Мазаи – это «Сретение», что означает «встреча». Сорокодневного младенца Христа впервые принесли в Иерусалимский храм, где он встретился со старцем Симеоном. Ему было предсказано, что, например, только после того, когда увидит рождение спасителя, Симеону по преданию было около 300 лет в этот момент. На третьем-третьем ярусе 12-летний отрок Иисус в Иерусалимском храме среди первосвященников в нем всех породил своей детской милой. Симметрично от той работы слева Мазаи Хасиаха и в основном преснях Масару Антоника, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе и в том числе людей, влестившихся о Иоаннах. Сказался Антоник Божий, который возьмет на себя грехи мира в центре крещения самого Христа, Иоанна у Престителя в годах Георгии Отерапия. Таким образом, вы ознакомились с историей строительства и внутренних богатств и храма возрешения вахтах Георгии. В его революции 17-го года храм и считался наиболее церковой и украшенным напомином здесь не было этого года, то есть пропрещения отбивания врачей прицепи. Мы попали на экскурсию, и я постаралась поснимать то, что могла. Если было слышно, то хорошо, а если нет, то я думаю, что главное не в том, что говорили, а главное в той атмосфере, которую ты ощущаешь, находясь в этом храме. Да и в любом храме в том числе. Ну, спасибо Боженьке за то, что получилось этот раз наконец-то побывать в этом прекрасном, чудесном, сказочном храме. А ваш день пусть обязательно будет добрый, независимо от погодных условий и от всех остальных обстоятельств жизни, которые нас окружают. Пока-пока.